доброе утро все уже сработает все поработала сейчас дома хочу кое-что приготовить такую вкусняшку получится не получится еще сейчас все увидите черте что я сегодня пораньше освободилась так как работаем по записи сегодня более спокойный день бы ты сегодня пятница вот завтра вернемся опять еще и неделю отработала прикол ехала домой встретил мужа тут около дома ставил ему люлей шум так в это время шарахается по улице нельзя нарушать режим в общем поругала оставил ему чарли в это в наказание чарли дурачок побежал такой радостный типа папе папе убежал и потом видит такой обратно а я уже на машине уезжаю стал такой на дороге стоит так него жалко стало ну ничего пускай погуляют вместе до дома муж стал я на хлеба все понятно вот так что я сейчас буду делать запеканку девочки мальчики запеканку из кабачка кабачка фарша фарша капачки и риса и риса должно быть очень вкусно не должно быть у меня даже я делала рецепт есть на канале в духовке в общем будем делать сейчас запеканка в духовке потом сыр добавлю и я замесила тесто я замесила тесто вот в общем буду делать хочу пуре хочу пуре буду делать поэтому я столько сыра закупила затарилась сыром нас там выбирала рецепты разные не знаю попробую если понравится то с вами поделюсь обязательно этим рецептом а пока все сделано можно и отдохнуть друзья я сам вся в процессе это запеканка а там мои хачапури готовятся у меня тут еще на парочку есть эти уже не такие огромные вот но тесто шикарнище такой мягкая классная посмотрим друзья вот такие хачапури у меня получили сейчас на вкус буду пробовать но выглядит уже очень аппетитно запеканочка хачапури но это блин на на целую не знаю араву друзья пробую о боже как все это мягко как все это жидко вы видите как вкусно сегодня будет здорово заниматься потому что у нас пасмурно и такой ветерок прохладненький хорош хорошенький раньше ветерок прохладненький было холодно а сейчас ветерок прохладненький здорово мы там короче ждем на 7 часов нам там скажут переходим мы на второй этап не переходим вернее на первый сейчас на левом первый этап там в общем магазины открываются должны с понедельника будут открыться бары на 50 процентов в общем не знаю все это очень сложно вот сидим ждем все будет зависеть от того сколько у нас зараженных сколько умерших не знаю а пока будем плясать нас посмотрю подсоединились они не подсоединились а мы такие до чего прошел прогресс нет еще не подсоединялся сколько время а время еще 28 они ровно в половину не пунктуальные такие девчонки ой хорошо как завтра на море пойду потому что нужно туда пойти прям ровно восемь выходить из дома вот завтра у меня нет ни сумбы ничего занятий никаких нету ну спортзал отдыхает поэтому пойдем на море если погода конечно будет хороший а то что-то на воскресенье там грозы какие-то передавали люблю красу в начале мая спокойно тихо и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, я не могу, вот люди, а Видите, в первые дни прям здесь толпы были такие, знаете, не продвинуться А сейчас нормально Я вот отработала пять дней И знаете, мои клиентки, они рассказывают мне, как у них родственники, знакомые Перенесли вирус, потому что, ну, в каждой семье есть кто-то знакомый или родственник Которого был этот вирус Это тем, кто и по часу говорит, что его не существует Вот, вот мне клиенты рассказывают Как, например, сегодня у меня одна была клиентка, говорит, родственник ее Рассказывал, что, говорит, это просто жесть Когда, говорит, нехватка воздуха И, говорит, никак ничто тебе не помогает И просто задыхаешься А при коронавирусе вот Не хватает воздуха Говорят, вот как будто ты тонешь И вот такое чувство нехватка воздуха Я просто могу представить себе Иногда вот, когда, знаете, вот когда бежишь, бежишь И вот так задыхаешься, не можешь дышать Это чувство такое Вот, прям думаешь И не знаешь, что сделать Вот И так жить вот сутки, двое, трое Там сколько, там, я не знаю Это, конечно, очень тяжело И не дай бог Вот, там уже, как говорится, никакая не температура А то, что вот просто не хватает воздуха Это очень тяжело И вот клиент, как говорит, только из-за этих рассказов Я, говорит, сижу дома Ни в магазин, никуда Они, знаете, как заказывают Ну, чтоб домой привозили еду В масках везде ходят Потому что они не хотят пережить этот вирус Ну и у всех у нас, знаете, есть какие-то скрытые болячки Вот, например, я тоже в зоне риска Потому что у меня давление, да Я таблетки пью, я там Вот там, говорят, там, да Я и витамины, и у меня организм там Молодок, красивый, здоровый Я потом думаю, здоровый-то здоровый А таблетки от давления-то я пью Тоже могу подохнуть, как говорится А что? Да Поэтому, ну, у нас сейчас все идет вроде как на спад Хотя через неделю еще увидим День спад, день не спад Все равно тысяча зараженных Вот сегодня у нас на день есть Тысяча зараженных Двести с лишним умерло Ну, это по всей Испании Конечно, это не сравнится с теми цифрами Вот тысяча, когда умирало людей Девятьсот в день, представляете? Офигеть сколько Но все равно, если мы будем опять шарахаться везде То опять к этому придем Кстати, вот я хожу тут Черемое Обрезали, видите? Вот это вот черемое Их на лето вот так обрезают А потом к осени опять начинают лезть листья И вот расти плоды Тут такая вонища стоит Потому что вот это вот, во-первых, помидоры там гниют Такая вонь Такая вонь Аргентина, Ямайка 5-0 И, видимо, сюда, да, навоз покидали Прям свинарником воняет Фу Кстати, друзья Всех хочу поздравить с праздником День Победы Как он был от нас далек Дальше не помню Но я все песни так знаю По две строчки В общем, с праздником вас 75 лет, блин, круглая такая дата И невозможно отметить ее Так как нужно Но ничего, придет время И отметят Отметите Ну и мы тут отметим Соберемся с девчонками Мы обычно всегда собираемся на 9 мая Отметить этот праздник Ну вот в этом году, видите, так получилось Что мы все наверстаем обязательно Так что с праздником Вот Отметьте его по-домашнему В кругу семьи Ну на всякий случай Поберегите себя Чтобы отметить потом 76 лет Победы У нас вот там, кстати, стоит полиция И следит, чтобы между людьми была дистанция Смотрите, сколько машин Чтобы люди не групповались Чтобы все соблюдали дистанцию Вообще в эти дни очень многих оштрафовали Чтобы, знаете, разрешили идти погулять И люди толпами Там, знаете, друзья Нам еще нельзя ходить всем вместе Нужно там один раз днем Но никто, конечно, не соблюдает Ходит и утром, и вечером И в группами И там с друзьями Вот они сейчас шли Ой, там, смотри, полиция стоит Нам надо там, типа, супер дистанцию соблюдать Штрафуют Все еще штрафуют Нам еще Мы еще на карантине Потому что люди расслабились И вот мы штрафуют всех Вчера тоже я это Там родственники разговаривали Говорит Везде у нас в городе Очень много было полицейских Но в то время, когда нельзя гулять И штрафовали, говорит, всех подряд Кто вот Часа в 4, в 5 Вот вышел погулять Вышел зайчик погулять И пришлось ему штраф заплатить Вот тут вот траву жрал Чарли Но она вся уже вон заколосилась И он бедный ищет, ищет И не может понять, где же моя трава Так что Нужно все равно держать Как это говорят Руку на пульсе Все еще продолжают штрафовать И вот я еще не знаю Сейчас переложили на 8 часов вечера Что там С понедельника выходим На первый этап Не выходим Какие области Районы Надо все это смотреть А то может быть опять так же будет Вернемся к жестому карантину Где нельзя не гулять Ничего делать Фик его знает Сейчас вот у меня даже клиентки спрашивают А что на следующей неделе как По идее Если мы перейдем на следующий этап То на следующей неделе Не нужно звонить И брать время В парикмахерскую Можно просто прийти Там типа Если я свободна Могу подстричь Там покрасить Но опять я говорю Не знаю Мы живем одним днем Откуда я знаю Что завтра будет Сейчас такое время Что не знаю Что не то что На следующей неделе будет Не знаю что завтра будет Поэтому вообще Планировать Невозможно Ничего Как спланируешь Никак Вот тоже черемой Видите Вот этот черемой Пораньше обрезали И вот ветки Уже Заново выросли Здоровые Их надо по моему Тоже будет обрезать Смотрите вдоль дороги Какая красота растет Вот так на протяжении Всей дороги Это вот что за цветы Какие то как типа Розы Шиповник что ли Вот так по всей дороге Классно Красивые Пришла домой Сходила в душ Айтикетка В общем плохая новость Мы не проходим На первый этап Ни мы Ни Малага Зато соседняя Альмерия Проходит Это значит Что у нас Также будут закрыты Бары Рестораны Магазины Ну кроме продуктовых Продуктовые открыты В общем сидим Также на карантине Гуляем также С 8 до До 11 Все то же самое Что и на этой неделе Никаких тебе Магазинов С одеждой Ни обуви Ничего Они там Смотрят на все На сколько Зараженных На Приготовлено ли Больницы Если вдруг Будет много Зараженных Там Реанимации Готовы ли Реанимации К приему Большого количества Больных Не только Вот что там Зараженные И все Провинция Гранады К этому не готова Ну ничего Посидим еще По мне так еще На самом деле Очень рано Чтобы в бары Какие-то идти Ну ничего страшного На следующей неделе Перейдем Даст Бог В общем да Вот так Пол Испании Переходит на первый Этап А пол Испании Не переходит Естественно Мадрид Тоже не переходит Барселона Все так же остается Такие большие города Так же Остаются На нулевом Этапе Ну ладно Вообще Уже надоела Это Какая-то Тягомотина Надоела Вот это Вот все Какая-то Грусть Какое-то Вот знаете Хочется уже Вот чтобы Была полная Свобода Что хочу То и врачу А вот это Вот когда Тебе Что-то Запрещают Прям Как это Уже Такая Тягомотина Ей богу Так долго Все это Длится Так уже Все это Надоело И вообще Конца и края Нету Ну ладно Не будем О грустном Все это Обязательно Пройдет Завтра 9 мая Может быть Подружкам Позвоню За бутылочкой Вина Отметим Или еще Что-нибудь Или Сама Отмечу Посмотрим И вы Смотрите Подписывайтесь Пишите Комментарии И встретимся С вами Завтра Всего самого Нелучшего Будьте здоровы Живите Богато